Как известно, шпионы, опубликовав единственный снимок, сорвали автовазу яркую премьеру обновленной Нивы. Поэтому первый показ машины прошел почти буднично, а к пресс-релизу оказалась приложена лишь пара официальных фотографий. Между тем, дебют принес несколько важных новостей. Первое. Бывшая Шнива теперь будет именоваться Нивой Тревел. Второе событие осталось почти незамеченным. Отныне автомобили будут делиться на городские с окрашенным обвесом и внедорожные с черным пластиком, наружным воздухозаборником и прочими джиперскими атрибутами. Официально пока не объявлено, но салон и моторы останутся прежними. Хотя улучшенная шумоизоляция и доработанное шасси это тоже неплохо. И еще. По нашей информации, Lada 4x4 тоже вернет себе историческое имя, снова став Нивой. Правда не обычной, а с приставкой Legend, то бишь легендарная. Таким образом, миф будет две. Тревел и Legend. И чтобы не выбираться на асфальт, продолжим тему внедорожников. В Россию приедет пикап из Судзу Димакс. Правда, гастроль состоится не скоро. Саму машину показали больше года назад. А к нам она прибудет лишь следующей весной. В основу новинки легла новая архитектура, принципиальное отличие которой более легкая и жесткая рама. А свежий кузов современнее и просторнее прежнего. Схемы подвесок остались неизменными, но передняя двухрычажка обзавелась другими рычагами, что увеличило угол поворота колес. Сзади сохранился неразрезной мост на рессорах, но колея стала шире, а вместо тормозных барабанов появились диски. В гамме моторов никаких принципиальных перемен. Остальные подробности будут раскрыты непосредственно перед началом продаж. Кроссовер Jeep Cherokee, напротив, покидает наши края. В российском офисе марки нам достаточно внятно пояснили, что малопопулярную модель из локальной гаммы навсегда исключат из-за низкого спроса. Торопиться за остатками смысла не имеет. Последние экземпляры были распроданы еще осенью, хотя стоили немало, от двух миллионов с четвертью. Таким образом, линейка Jeep'а скукожится до четырех моделей. Кроссоверов Renegade и Compass, рамного внедорожника Wrangler и флагмана Grand Cherokee. Собственно, последний и делает основную кассу американской марки. Редактор субтитров А.Семкин